Сегодня сказительница, первая хантыйская поэтесса, самая известная женщина ханты, а также легенда журналистики Югры и почетный гражданин округа отмечает юбилей. Марии Кузьминишне Волдиной исполнилось 85 лет. Пожалуй, без ее вклада культура коренных народов Югры выглядела бы сегодня куда беднее. Мария Кузьминишна не только собиратель и носитель традиций, она автор стихов и сказок на хантыйском и русском языках. Это произведение о природе, которое окружает человека и месте человека в этой природе во взаимодействии с одушевленными и неодушевленным миром. Недаром Мария Волдина является лауреатом премии «Душа России», которой ее удостоили в 2018 году. Мария Кузьминишна Волдина родилась в деревне Юлиск, которая сейчас находится на территории Белоярского района. Недаром она почетный житель всей Югры, будучи журналистом, побывала практически в каждом самом укромном уголке самых труднодоступных территорий. Была главным редактором национальных газет, а ее голосом звучало окружное радио на хантыйском языке. А еще голос Марии Волдиной прозвучал в композиции мэтроэлектронной музыки Эрика Муки, а сама она стала героиней клипа. Песня «Двое» – это история любви Марии Кузьминишной и ее мужа, автор итальянской оперной певицы Мария Матвеева. С песнями Волдиной она познакомилась во время учебы в югорском филиале Гнесинки. Сегодня Мария Кузьминишну знает все – пожилая хантыйская женщина в неизменном национальном платье и платке на плечах, несущая в себе достоинства и любовь к окружающему миру. И мир этот в ее сказках и стихах. Доверие людей к этой без преувеличения волшебницы беспредельно. По ее сказкам, вошедшим в учебнике родной речи, учат хантыйский язык. А Владимир Путин принял из рук Марии Кузьминишной подарок – охотничий амулет. Сегодня Мария Кузьминишна отмечает юбилей. Югра празднует вместе с ней. Причина – в любви, которую излучает сказительница, и в невероятной энергии, которая и сейчас позволяет Волдиной заниматься творчеством и передавать свою мудрость молодежи. Павел Желтов, телерадиокомпания Югра.